Автоделеры Дальнего Востока увеличили цены на поддержанные японки. С 1 апреля в России вступило в силу постановление правительства об увеличении утилизационного сбора на автомобили иностранного производства. Самое ощутимое увеличение сбора в два раза приходится на малолитражки с объемом двигателя от 1 до 2 литров. О росте цен на авто в следующем сюжете. Утилизационный сбор на автомобили был введен в стране в 2012 году, как мера призванная повлиять на экологическую обстановку. Но за пять лет ни одного действующего завода по утилизации не появилось. Ставка сбора каждый год увеличивалась, но постепенно. В этот раз сумма сбора на самый популярный сегмент рынка малолитражки с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличился сразу вдвое. С 44 до 84 тысяч рублей, что неминуемо приведет к росту цен на такие машины. Все, что возили на Юрика, все непроходное. Все вырастет процентов на 90. Я имею в виду именно утиль. Вот и считайте, то есть если Приус приходил или Примяха или Алеон 1,8, грубо говоря, там растаможка была 300-310 вместе с ГЛОНАССом, сейчас, считайте, вырастет еще на 150. Рынок на новости о повышении сборов отреагировал мгновенно. Те автомобили, что были ввезены еще до повышения, уже начинают дорожать. Мы вылет неделю назад 408, сейчас уже 520 подняли цену на машину. Между тем, в салонах официальных дилеров на такие новости никак не отреагировали. Большинство крупных производителей имеют заводы на территории России. И правительство субсидирует их затраты на утилизацию. Они все произведены в России, соответственно, увеличение цен на эти автомобили не коснется. Все весенние месяца, март, апрель, мы ждем и чувствуем сейчас увеличение роста, увеличение спроса на эти автомобили. По словам частных дилеров, единственное, что может сдержать резкий рост цен на рынке поддержанных автомобилей из Японии, это снижение цен самими японцами на аукционах. Стас Михайлов, Хабаровск.